Казахстанский город-претендент на Олимпиаду 2022 года готовится к оглашению результатов и несложно представить, какие страсти сейчас кипят в Алматы на площади перед Дворцом Республики. Там ведется прямая трансляция процесса голосования с очередной сессией Международного Олимпийского комитета. Напомню, его результаты станут известны примерно в 16.00 по времени Астаны. И в числе болельщиков за кандидатуру Алматы и наш корреспондент Оскар Сергалеев, он также находится перед Дворцом Республики и сейчас с нами на прямой связи. Оскар, каково настроение алматинцев и твердо ли верят они в победу? Добрый день, Салтанат. Перед огромным монитором в центре Алматы уже довольно многолюдно. Все находятся в состоянии ожиданий и даже в воздухе витает этот накал страстей, эти эмоции. Такое ощущение, что люди ждут какого-то чуда. Будем надеяться, оно случится. Шансы у Алматы и у Пекина приблизительно одинаковые. Если у Пекина уже есть опыт проведения такого рода масштабных спортивных соревнований, то Алматы уже на 70% готовы к эксплуатации олимпийские объекты. К тому же в Алматы, в отличие от Пекина, нет проблем со снегом, а это тоже может существенно повлиять на ход голосования. Кроме этого, самый главный козырь Алматы в том, что наши расходы в полтора раза ниже расходов Поднебесной. В случае победы там придется строить скоростную железную дорогу, которая соединит Пекин с местом проведения Олимпиады. Так что надежды у нас очень большие. Ну а каковы эмоции, каковы настроения, это мы сейчас узнаем у алматинца, ветерана зимних видов спорта Владимира Петровича Наумова. Здравствуйте, Владимир Петрович. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Добрый день. Сегодня на эту площадь собрались все спортсмены, тренеры, руководители спорта. И просто простые горожане, которые неравноношны к спорту. Все с трепетом и с большим волнением ожидают результатов голосования в Калалумпуре. И все надеются, что все-таки победит Алмата, так как выдвигается на проведение зимних Олимпийских игр уже второй раз. Спасибо. Остается надеяться и ждать итогов голосования. Напомню, они станут известны буквально через несколько минут, приблизительно в половине четвертого по времени Астаны. Салтанат. Спасибо большое, Оскар. С нами на прямой связи из Алматы был наш собственный корреспондент Оскар Сергалеев. Он на площади Абая вместе с алматинцами ждет оглашения результатов.